Поговорить с земляками и передать привет на родину. Нам удалось установить видеосвязь с бойцами из Хакасии, которые сейчас находятся в зоне СВО. Это те, кто не ждал мобилизации, ушел добровольно и вступил в ряды ЧВК Вагнер. С ними пообщался наш корреспондент Петр Пермяков. Петр, видно, нормально? Я лично подтверждаю, что все ребята из Хакасии, настоящие, воюют в ЧВК Вагнер. На прямой связи с Абаканом основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. По просьбе нашей телерадиокомпании он организовал телемост с бойцами. Вагнеровцы из Хакасии бьют врага по всей линии фронта. Чтобы передать привет родным и близким, они преодолели сотни километров фронтовых дорог. Встретились в Луганске. Возможность пообщаться с земляками, как глоток свежего воздуха. В любой удобной ситуации мы пытаемся скучковаться, поговорить. Вот мы сегодня просто счастливы, что мы встретились все вместе. Да? Возвращаемся. Бойцы искренне убеждены, что есть такая профессия родину защищать. Если задача поставлена, значит она будет выполнена. Солдаты России пять за пятью освобождают русскую землю. На передовой бойцы ЧВК Вагнер. Мы наступаем медленно, пытаясь сохранить максимально русский ресурс. Это раз. И второе, если бы мы били врага просто, был один враг, без мирного населения, то это было бы быстрее. Но там очень много заложников. Это по большому счету наши люди, и они будут жить в нашей стране после освобождения. К выбору настоящей мужской работы каждый пришел своей дорогой. Много профессиональных военных, добровольцев. Есть те, кто решил кровью искупить прежние ошибки. Это новобранцы из мест лишения свободы. В воле судеб оказался в исправительной колонии 33. Приехали, предложили. В принципе, очень много народу откликнулось, но не всех пропустили, потому что кто-то по здоровью не прошел, кто-то по возрасту. Я патриотично настроен. Человек не занимается предпринимательской деятельностью в городе Паган. Поехал добровольцем, подписал контракт в августе. Накопилось очень много причин, по которым стоило все-таки приехать сюда, восстанавливать справедливость. Дома, если у меня осталось, у них как бы все хорошо, я рассчитываю, что вернусь, и это все еще лучше. Наши деды защищали нашу страну, наши отцы защищали нашу страну, и мы тоже должны защитить нашу страну от нацизма. Многие не приемлют те взгляды, которые пропагандируются сейчас о нынешней власти. Это подбережные, короче, вещи. Нацизы в чистом виде. Плёд, политика, выжженность земли. После них не должно остаться вообще ничего. О работе ЧВК «Вагнер» ходят легенды. Вагнеровцев называют музыкантами, в репертуаре которых исключительно победные марши. Благодаря им оркестр ЧВК звучит на весь мир. И даже самый отчаянный враг знает, когда идет «Вагнер», вариант остаться в живых только один. Когда они знают, на что идет «Вагнер», не уходится в обор. Они боятся. Они в прямую с нами не соприкасаются. Пока есть возможность стрелять минометами, артиллерией, танками, он воюет. Когда дело доходит, уже 200-300 метров, артиллерий уходит. Освобождение «Солидара» – бои на бахмутовском направлении. Каждое сражение – важный шаг к большой победе, свой вклад в который вносят и бойцы из Хакасии. Кто бы мог подумать, что внукам ветеранов Великой Отечественной вновь надо будет доказывать всему миру, что сила в правде. Но так вышло, что спустя 80 лет после мая 1945-го в России рождаются новые герои уже нашего времени. Это и есть связь поколений великой страны, которая всегда побеждала в решающих битвах. Пусть увидят, услышат, кто-то узнает по голосу, по глазам. У нас все хорошо, мы все живы, здоровы. Субином, Дрюхом, 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 Дрюхом. И мне осталось в парень, и я скоро, что мне нужно, чтобы все у меня хорошо, все у меня нормально. Отец, как мы здесь все закончили, мы сюда приедем, на Фазанов поохотиться. Фазанов здесь очень много, тебе понравится. Вам тоже спасибо за это мгновение общения с Родиной, нам очень приятно. После сеанса видеосвязи с Хакасией наши бойцы разъехались по подразделениям. В дороге слушают музыку. Сегодня хит фронтовых дорог «333». На машине свастика, за рулем укроп, пополю по полюшку, наколю за гроб. А за этим уколюшком бывший хулиган, четко корректирует смерть и ураган. Петр Пермяков, Андрей Колесников, Луганская Бакан, Вести Хакасия.